Число Рамсея от 3 и 5 равняется 14. Число Рамсея от 4 и 4 равняется 18. Вот, те, кто был на лекции о числе Рамсея, прекрасно помнят, что это там выписывалось. Но, когда я вам сказал, что не помню, какие картинки. Ну, ребят, на самом деле, я действительно тогда эту картинку забыл, а уж те, где другие тем более. Соответственно, сейчас я могу оправдаться. Во-первых, давайте обсудим. У нас число Рамсея от 3 и 5 равняется, не больше, чем число Рамсея от 2 и 5 равняется, плюс число Рамсея от 3 и 4 равняется. Это неравенство, которое подробнейшим образом излагалось на лекции. Я его сейчас доказывать не буду. Это так для любых чисел. Вы должны каждый из них по очереди уменьшить на единичку, да? Так, число Рамсея от 2 и 5. Это очевидно 5. От 3 и 4, мы там только что посчитали. Это 1. Я объяснил, почему число Рамсея от 3 и 5 не больше 4 равняется. Если я сейчас нарисую картину с 13 вершинами, то, собственно говоря, задача будет решена. Нарисовал 13 вершинами. А теперь приказ. Надо, на самом деле, почти так же, как здесь, нарисовать все отрезки. Ну, я делаю мягкое. Надо нарисовать все эти отрезки. А дальше нарисовать длины 5. Вот это называется 5. 1. Это значит 1, 2, 3, 4, 5. И его повернуть. Так, идея понятна? Вот так. Вот между этими точками должно быть 4. Господа, я советовал бы вам сейчас действительную себя в тетради это сделать. Потому что, наверное, лучше, если у вас все-таки это будет, потому что тогда вам будет виднее. Тогда вам будет понятнее. Все, нарисовал. Давайте подумаем, по какой причине этот граф на 13 вершинах не обладает нарисованными днеугольниками. Ну, на самом деле, ну, потому что не обладает. Потому что, если вы берете, скажем, 2 диагонали, то здесь не соединено. Потому что 5 плюс 5, это никак не получается, да? 3, а не 5. Вот. Если берете только одну диагональ, тем более 2. Если берете только 2 стороны, то, значит, треугольников нарисованных нет. Теперь вопрос. А почему у него не бывает ненарисованных пятиугольников? То есть, почему нельзя взять 5 вершин, но на самом деле, они все симметричные, поэтому, смотрите, пример, вот эту вершину берем, да? Это будет первая вершина. И еще 4. Чтобы не было среди них соседних, в том числе, вот эти, да? И чтобы не было удаленных на расстоянии 5. Ну, давайте посмотрим. Когда у нас 5 вершин, то на каких расстояниях они могут быть? Может быть, что от каждой до следующей минимум 3 штуки. На самом деле, нет. Потому что 3 плюс 3, 5 раз, это будет уже 15, это слишком много. Поэтому обязательно должны найтись хотя бы 2 выбранные точки на расстоянии 2. Замечательно. Но, секунду, если вы их выбрали, то те, которые напротив, они уже запрещены. Эти запрещены, и вот эти запрещены. Так, замечательно. У нас осталось выбрать 3 точки. Ну, смотрите, это уже тоже запрещено, и это запрещено, и это запрещено. Сколько у нас вообще, извините, осталось этих самых точек, которые можно выбирать? Эту можно выбирать раз, эту можно выбирать два, три, четыре. Поскольку картинка очевидным образом симметрична относительно вот такой вот прямой, то я беспокойно могу считать, что одна из вот этих двух точек выбрана. Просто из изображения симметрична. Отлично. Пусть она выбрана. В таком случае у меня сразу же запрещена вот эта точка. А что это означает? Я должен выбрать еще две. Осталось выбирать всего лишь две. Ну, извините, если я выбираю эту и эту, то у меня получается как раз отрезок, а это запрещено. Вот, может быть, каким-то другим перебором, но таким образом удается объяснить, что R от 3,5 равно 14. Теперь вопрос, что такое R от 4,4? Это 18. Смотрите, доказательства. Во-первых, оценка сверху. R от 4,4 по неравенству, которая подробно рассказывается на лекции, не больше, чем R от 3,4 плюс R от 4,3. На R от 3,4 мы знаем, это у нас 9. 9 плюс 9 это 18. Значит, если я сейчас покажу вам пример. Граф на 17 вершинах, в которых нет ни одного четырехугольника, и в дополнении к нему тоже нет ни одного, то тогда все будет хорошо. Господа, магические числа. 1, 2, 4. Давайте я объясню, что это значит. Значит, надо нарисовать 17-ти угольных равенов и в нем соединить ребрами те, которые расположены на расстоянии 1. Проще говоря, со всеми, не имеющиеся ни малейшего желания, подробно вам объяснять. Но с другой стороны, что называется, для каждого из вас, это очень полезное, замечательное упражнение. Вот в таком же духе, как я вам сейчас рассказывал, взять и посчитать. Действительно, там не найдется ни одного четырехугольника. Так, надеюсь, все понимают, что будет в дополнительном графике. В дополнительном графике будут соединены между собой те, которые на расстоянии 3, которые на расстоянии 5, 6 и 7. И вот такая, на самом деле, хорошая комбинаторная задача. Все, на этом я считаю, что вот эти вот маленькие числа закончу.